В ходе очередной стратегической сессии, которую провел губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, были рассмотрены вопросы развития туристического потенциала региона. На сегодняшний день Волгоградская область обладает целым рядом преимуществ, привлекательных как для жителей нашей страны, так и для гостей из-за рубежа. Мы с вами должны, с одной стороны, опираться на наше историческое наследие, достижения, которые достались нам от предыдущих поколений, результаты нашего с вами труда, а с другой, искать и находить новые формы, форматы, подходы по привлечению в Волгоградскую область разноплановых туристических потоков. Глава региона отметил, что за последние годы туристический поток в Волгоград вырос в 2,5 раза и приближается к отметке в 2 миллиона человек в год. Андрей Бочаров также отметил большую важность всесторонней оценки турпотока для определения запросов гостей региона и формирования соответствующей инфраструктуры, туристических маршрутов и других форм клиентоориентированной работы. Количество направлений нашей деятельности в сфере туризма большое, но при этом считаю важным сконцентрировать наши усилия на трех дополнительных к тематическому развитию туризма в направлениях работы. Это подготовка, организация и проведение мероприятий, посвященным событиям, имеющим историческое значение для мировой истории, истории нашего Отечества, Волгоградской области, системное развитие сферы культуры и развитие событийного туризма. Андрей Бочаров напомнил, что важную роль в развитии туризма в регионе сыграл опыт организации и проведение матча Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Повысило туристическую привлекательность региона и участие в выставке в форуме «Россия» на ВДНХ. Стенд в Волгоградской области был одним из самых посещаемых. Активно развивается детский и молодежный туризм, в том числе в тесной связи с другими регионами нашей страны. Перспективно выглядит взаимовыгодное сотрудничество регионов в сфере туризма. И по этому направлению тоже есть результат. Волгоградская область совместно с Нижегородской областью реализовали уникальный проект. Десятиклассники двух регионов получили возможность бесплатно съездить в туристическую поездку. Волгоградцы – Нижний Новгород, Нижегородцы – город-герой Волгоград. Города, имеющие особое значение для становления и развития российской государственности. Нужно отметить, что такого не было даже в советское время. По итогам сессии губернатор поставил перед профильными структурами ключевые задачи. Среди них еще более активное участие в нацпроекте «Туризм и индустрия гостеприимства», повышение доступности туристического продукта Волгоградской области, развитие событийного туризма, адресная работа по реализации потенциалов водного и круизного туризма в регионе. В планах к 2034 году достичь показателя 5 миллионов туристов в год. Ксения Голоскова при поддержке пресс-службы аппарата губернатора Волгоградской области. В Волжском приближаются к экватору работы по капитальному ремонту школы номер 13 и второго корпуса школы номер 32, обновление которых ведется по целевой программе «Модернизация школьных систем образования». Ход работы ценили заместитель главы города Валентина Чурекова, председатель Волжской городской думы Сергей Аксенов, специалисты управления образованием и комитеты по благоустройству и дорожному хозяйству администрации города. Капремонт в обеих образовательных организациях стартовал в начале года. Сейчас уже завершены демонтажные работы, выполнено штукатуривание второго и третьего этажей, близится к завершению установка оконных блоков. В школе номер 13 специалисты приступили к заливке полов. Сегодняшний день у нас выполнен полностью демонтаж, установлено 80% оконных блоков, сделано штукатурки 50%, как бы электрика. Следующий этап у нас полы заливаем, далее на следующей неделе мы приступаем к горячей, холодной воде и канализации. Также усиление фасада уже сделано. Во втором корпусе школы номер 32 продолжаются электромонтажные работы. Проведен демонтаж вентиляционных выходов, начинается установка систем водоснабжения и водоотведения. Капремонт, согласно контрактам, должен завершиться в 13-й школе к марту следующего года, а в 32-й – к концу 2025 года. Параллельно учебные заведения оснащаются новой мебелью, оборудованием и учебными пособиями. В оформлении отремонтированных помещений активное участие принимают школьники и их родители. Так, например, в 32-й школе на сегодняшний день уже дети во время летних каникул создали некий дизайн-проект именно украшения и самих кабинетов учебных, и рекреационной зоны, и зоны отдыха, и зоны именно спортивного зала. Соответственно, уже с 1 сентября будет запущено электронное голосование, где ребята выберут самые красивые дизайн-проекты. Напомним, на время ремонта образовательный процесс для учеников школы номер 13 организован на базе школы номер 1 и 2, а для учеников 2-го корпуса 32-й школы в расположенном рядом первом корпусе. Добавим, в Волжском продолжается формирование списка нуждающихся в обновлении учебных заведений. В 2026 году капитальный ремонт начнется во втором корпусе школы номер 1. Литературно-бальный вечер под названием «Пушкин в современном прочтении» прошел в минувшие выходные в Волгоградской областной библиотеке для молодежи. В стенах учреждения собрались печататели творчества великого русского поэта, а также активные любознательные волгоградцы. Мы хотим как раз объединить разные поколения, и наше старшее поколение, которое нас учит мудрости и духовности, и поколениям, которые учим мы, и как раз благодаря молодежи, которая будет также учить своих деток будущих, тоже будут рассказывать об этом балуй, и также увидят то, что можно объединить все поколения, несмотря на вечный, скажем так, вопрос отцы и дети. Гости вечера смогли прочитать и послушать стихи Александра Сергеевича Пушкина, поучаствовать в конкурсах и викторинах, а еще принять участие в танцевальных мастер-классах. Что касается танцев, то мы выбрали для этого литературного вечера большой фигурный вальс, вальс-проволка. И так как у нас в произведении вечер называется «Современный Пушкин», мы решили добавить и некоторые современные танцы для молодежи, такие как «Бельгийка», «Водный камень». Мы пришли танцевать танцы 19 века и погружаться в атмосферу великих книг по типу того же Евгения Онегина, по типу «Гордецепредубеждения», в общем, погружаться в культуру того времени 19 века. Очень любим читать книги про 19 век, про балы, про танцы, и нам очень нравится эта культура. Не хочется забывать прошлое, хочется научиться новому и погрузиться в атмосферу тех книг, тех событий. Для того, чтобы научиться танцевать по ланесу-мазурку, не обязательно записываться в профессиональную студию. Иногда достаточно посетить одно из увлекательных мероприятий молодежки, которые с душой для своих гостей создают волгоградские библиотекари. Ксения Клоскова, телеканал «Болгоград-1». Телеканал «Болгоград-1» провел прямой эфир о факторе развития муниципалитетов Волгоградской области на премьере Волжского. Гостями студии стали глава Волжского Игорь Воронин, заместитель главы Татьяна Волкова и начальник управления информационной политики администрации Волжского Николай Усов. Говорили о дорогах, парках, жилье, но главной темой, конечно, стали люди, яркие и креативные волжане. Приятным сюрпризом для нашего телеканала «Болгоград-1» стал подарок, который нам передал Игорь Воронин от тех самых креативных волжан. Светильник-робот, который был изготовлен из биоматериалов в Волжском. Милый красный персонаж с гордой надписью «Волжский 70» теперь часть нашей команды и живет в студии. Но есть одно «но». У него еще нет имени, и мы будем рады, если вы поможете нам его придумать. Присылайте свои варианты нам в соцсети ВКонтакте и Телеграм. Тот, чье имя нам понравится больше всего, получит подарок от телеканала. Николай Зимин, телеканал «Болгоград-1». Волжском прошел региональный фестиваль «Игры ГТО», приуроченный к 10-летнему юбилею возрождения комплекса ГТО в России. Мероприятие было организовано на площадке «Фок-Русь». Молодой спортивный город принимал участников со всего региона. Заместитель главы городского округа Валентина Чурекова выразила надежду на то, что такие мероприятия станут доброй традицией. Сегодня город Волжский у себя в городе встречает гостей из 13 муниципальных образований нашей области. Эти соревнования, которые называются физкультурно-оздоровительное мероприятие, фестиваль «Готов к труду и обороне» проходит на территории города впервые так масштабно. Торжественное открытие фестиваля началось с гимна Российской Федерации, после чего с показательными выступлениями вышли воспитательницы региональной федерации черлидинга, а также молодые спортсмены Федерации Киокусинкай, которые продемонстрировали боевые навыки. У нас различные площадки, мастер-классы по джампингу, по стрейчингу, по йоге, показательные выступления каратэ Киокусинкай. Также мы проводим два турнира по питанку, по армрестлингу, чтобы все возраста могли сегодня принять участие в нашем Дне спорта. Сегодня знаки ГТО не вручаются, но каждый желающий может пройти испытание комплекса ГТО на нашей организованной площадке и сдать нормативы. Всего в фестивале приняли участие 95 спортсменов, соревновались на время в челуночном беге, прыжках в длину, отжиманиях в упоре лежа и в других видах состязаний. Мужчины и женщины выступали в личных зачетах в возрастных категориях 20-29, 30-39 и 40-49 лет. Сергей Бурдин, который стал победителем прошлогодних соревнований, отметил, что для достижения результата самое главное – это дисциплина. Все время стараемся участвовать во всех движухах. Зал у нас нацелен на выступления именно атлетов. У меня есть и воспитанники здесь, которые выступают. Сейчас очень хорошо в Волженском развивается молодежь. Много у нас секций на самом деле. Много людей, которые старшие поколения, которые увлечены этим различными видами спорта. И поэтому я считаю, что Волженский на достаточно хорошем уровне для нашего небольшого города. Отметим, что Всероссийский комплекс «Готов к труду и обороне» 10 лет назад был возрожден в нашей стране, но немного в измененном формате. Глава областного спортивного комитета Владимир Попков рассказал об улучшениях, которые произошли с комплексом. Если раньше это была просто система упражнений, система испытаний, которая позволяла человеку проверить свою физическую готовность, свой образ жизни, то сегодня в этом комплексе используются современные, интересные, мультиформатные формы проведения испытаний. По итогам отборов, в каждой категории соревнующихся определили победители. Шесть чемпионов региональных состязаний примут участие во всероссийском этапе фестиваля ГТО в составе сборной нашего региона. Николай Зимин, Мария Шабанова, телеканал «Огород-1». Волгограде с 8 августа заработали платные парковки в Центральном районе. Один час стоянки обойдется в 20 рублей владельцам мотоциклов. Для легковых автоцена составит 40 рублей, а для грузовиков от 60 рублей и выше. Есть у парковок и бесплатный период, он составляет 15 минут, а также без ограничений по времени в выходные и праздничные дни по будням с 20 до 8.00. Несмотря на то, что система работает в нашем городе всего неделю, волгоградцы уже успели получить множество штрафов за неоплаченную стоянку. Так, мужчина, который оставил авто на платной парковке на 25 минут вместо положенных 15, получил штраф размером 30 тысяч рублей. Он выразил свое негодование и получил поддержку в соцсетях. Местные жители просят как можно более четко обозначить места платных парковок и установить шлагбаумы, чтобы нельзя было заехать на стоянку, заранее не заплатив. Николай Зимин, телеканал «Огород-1». В Тракторозаводском районе полицейские задержали подозреваемого в грабеже. С заявлением в отдел полиции обратилась 47-летняя волгоградка. Женщина сообщила, что ночью возле дома к ней подбежал неизвестный и сорвал золотую цепочку с шеи, после чего скрылся в неизвестном направлении. По горячим следам был задержан 47-летний неработающий, ранее судимый местный житель. В содеянном мужчина сознался. Похищенное имущество он заложил в ломбард. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. До начала нового учебного года осталось менее двух недель. За лето школьники могли забыть правила поведения на дорогах. Первоклассникам же необходимо разработать безопасный маршрут от школы до дома. Госавтоинспекция призывает родителей уделить время и еще раз напомнить детям о базовых правилах безопасного поведения вблизи проезжей части. Быть предельно внимательными в начале нового учебного года необходимы и водителям. Дети, отвыкнув за лето от интенсивного уличного движения, бывают неосторожны. При этом сберечь здоровье, а порой и жизнь ребенка, может только водитель, соблюдая правила дорожного движения. Жители региона продолжают отдавать свои сбережения злоумышленникам. 27-летний житель Красноармейского района перечислил на счета мошенников почти 2 миллиона рублей. С мужчиной в мессенджере связался неизвестный и, представившись сотрудником инвестиционной платформы под предлогом дополнительного заработка на финансовой бирже, убедил вложить денежные средства для получения прибыли. В течение месяца потерпевший переводил деньги на указанные мошенникам в счетах разных банков. Полицейские устанавливают личность звонивших. Уважаемые граждане, полиция региона в очередной раз призывает быть бдительными. Не перечисляйте свои сбережения по указанию неизвестных, кем бы они ни представлялись. Тем более на неизвестные счета. Волгоградский пуховый платок Летняя коллекция из натурального льна и хлопка В Волгоградском пуховом платке Летняя коллекция из льна и хлопка Волгоград, рабочая крестьянская 9 и советская 17 Волжский, ТРК, Волгомол Сегодня ночью и завтра днем по области В Волгограде малооблачно, без осадков Ветер юго-восточный до 2 метров в секунду Температура воздуха ночью плюс 22, плюс 26 Днем плюс 35 градусов Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова